Евгений Эрлих Панамы до Риги из одного полушария земли в другой – 10 тысяч километров по воздуху через моря и океаны. По сути, разные миры. Но в нашем мире теперь все едино. В панамском досье, как в «Домовой книге», соседями оказались все. Что общего между Ригой, столицей Латвии, и Панамой, столицей Панамы? Кажется, неделю назад этот странный вопрос поставил бы в тупик даже знатоков. Но сегодня любой рижанин знает. Сергей Ралдудин – виолончелист и друг Владимира Путина. Как выяснилось, очень богатый человек, который как раз и хранит свои деньги в Панаме. А начинал он так блестяще свою партию вот здесь, в музыкальной рижской школе имени Эмилса Дарзенша. В музыкалке, как раньше говорили, Сергей Ралдудин был одним из лучших учеников. Он прославил школу, но школа теперь отказывается от общения с прессой. Исключение сделали один раз для местных журналистов. Библиотека школы Дарзенша до сих пор хранит о нем сведения. Вот он, класс струнных инструментов, выпуск 70-го года. А сразу после Сергей Ралдудин отправляется учиться в Ленинград, где и заводит влиятельных друзей. С Владимиром Путиным Сергей Ралдудин познакомил его брат Евгений. Они учились вместе. Чем сегодня занимается Евгений Ралдудин, официально неизвестно. Хотя все в курсе, что именно он возглавляет отделение «Газпрома» в Латвии. Вот его скромный рижский офис. Комментариев не дает. В любом случае, Ралдудины здесь не чужие. Так же, как и панамская компания «Мосок Фонсека». Та самая. В старом городе несколько лет работал филиал этого агентства. А закрылись они буквально полгода назад. Возможно, не выдержали конкуренции. В сфере банковских услуг Латвия давно уже освоила все офшорные схемы. В стране три десятка банков, половина из которых обслуживает исключительно иностранных граждан. И братья Ротенберг были на санкциях. И Алишер Усманов себе купил, и жене Виллу в Юрмале. Там много людей появляется. Санита Эмберга уже много лет занимается журналистскими расследованиями. Именно она с коллегами разгребала тот самый панамский архив, его латвийскую часть. Маленькая Латвия, утверждает Санита, на поверку большая прачечная для всего бывшего Советского Союза. Здесь грязные, проще говоря, ворованные деньги становятся чистыми, проще говоря, легальными. Латвийская элита, долгие годы, и регулятор тоже, просто закрыли глаза на то, что это происходит, потому что это же деньги. Страна разрабатывает и все такое. Украина, Казахстан, Узбекистан, Россия. Журналисты пишут о коррупции в этих странах, а в примечании почти всегда находим Латвию. Да, в Латвии как раз есть довольно-таки много банков, которые работают, по сути дела, как офшорные банки для российского капитала. Не очень легальные схемы немножко закрыты, поэтому никто на самом деле не знает. Но это, конечно, сотни миллионов или миллиарды. То, что мы видим, те перечтения, которые проходят через Латвию, они большие, это мы видим. Это кино для всех. Свободный доступ в интернете. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвиняет генпрокурора России Юрия Чайку в казнократстве в особо крупных размерах. Деньги от продаж прошли классическую отмывочную схему. Их переводили в один из латвийских банков. Там они перемещались со счета на счет, пока их не переводили в Швейцарию на семейные счета чаек. Мы предполагаем, что они отмывались в латвийском банке. К сожалению, информацию мы публично сейчас не даем до определенного момента, потому что ждем ответов из официальных органов Латвии по нашему запросу. Антикоррупционные фильмы популярны нынче тема. Если достучаться до власти невозможно, пусть хоть люди посмотрят. Это кино посвящено делу Сергея Магнитского. По версии журналистов, люди, которые убили адвоката Магнитского, вывели за рубеж почти 300 миллионов долларов. В этой схеме оказался замешан и латвийский Траст Коммерцбанк. Он же служил перевалочным пунктом и для громкой аферы под условным названием «Брат Путина», как ее окрестили журналисты из Международного консорциума журналистских расследований. По их данным, бизнесмен Игорь Путин, двоюродный брат российского президента, и люди, в прошлом связанные со структурами КГБ, отмыли в Траст Коммерцбанке порядка 20 миллиардов долларов. В марте этого года Латвийская госкомиссия по надзору за финансами наконец-то осмелилась отобрать у Траст Коммерцбанка лицензию. Но случилось это скорее из-за структурных проблем в самом банке. Чиновники признаются, что уследить за всеми невозможно. Банковский бизнес везде, ведь он не совсем прозрачен. Но есть некоторые регулировки, установки, законы. Есть дела, которые должны были быть прозрачными. Для Латвии банковский бизнес – существенная статья дохода. И многие местные банки, все-таки страна еврозоны, дорожат своей репутацией. Лучшие из них получают награды. Среди лучших в 2014 году оказались АБЛВ банк и Балтик Интернешнл. В этом году Балтик Интернешнл банк получил штраф в миллион долларов за те самые непрозрачные схемы. Банк АБЛВ, в свою очередь, оказался замешан в Кишиневской афере. Так же, как и приватбанки – латвийский почтовый. Все они, по версии следствия, участвовали в выводе из бюджета Молдовы – миллиарда долларов. Правительство Молдовы в результате ушло в отставку. Но денег так и не нашли. Дошло до того, что в январе этого года латвийские банки обсуждали в Конгрессе США. Американцы, когда поставили санкции на много людей, они начинали искать, где их деньги в Европе. И Латвия, конечно, появляется. И мне кажется, что латвийские власти прекрасно понимают, что ты не можешь одной стороны спрашивать, знаете, защищать нас от агрессии России, а с другой стороны говорить, хорошо, но деньги мы будем собирать сами. Нет, на самом деле, смотрите, латвийские банки ничуть не хуже и не грязнее, чем банки в старой Европе. Если мы поднимем статистику какую-то за последние 10 лет, то там далеко не только латвийские банки. Ну, латвийскому банку, вот этому последнему, Baltic International Bank, ему назначили штраф в миллион. А HSBC несколько лет назначили штраф в миллиард. Ну, наверное, это тоже о многом говорит, да? Татьяна Лютинская – налоговый консультант, специалист международного уровня. Она обслуживает богатых международных клиентов. Но не всех. Репутация нынче стоит дорого. В этом году, обещают латвийские власти, они окончательно наведут порядок в банковской сфере. Во-первых, это требования США, которые грозят отключить Латвию от долларовых операций. Во-вторых, недоволен Евробанк. Вот этими отличается Латвия от Панамы. У нее есть выбор между российскими миллиардами и членством ЕС. У далекой Панамы такого выбора нет. Возможно, Панаме проще. Евгений Верлик, Данил Жилинский, Евгений Павлов. Балтийское бюро Артевиай.